Под Керчи запустили движение по первому искусственному сооружению будущей Тавриды. Генеральный подрядчик строительства автоподхода к Крымскому мосту со стороны Керчи с начала сентября приступил к работам по укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это внесло изменения в схему дорожного движения. На первом этапе проведения работ для машин, движущихся из Керчи, закрыт съезд транспортной развязки в сторону Тамани. Для того, чтобы попасть на Крымский мост, водители из Керчи используют для разворота транспортную развязку на границе автоподхода и первого участка трассы Таврида. По проекту запланировано возвести 17 подобных сооружений. На создание первого из них потребовалось 8 месяцев. Процент готовности остальных оценивается в 60%. В конце 2018 года будет открыта первая очередь от Керчи до Сиферополя протяженностью 190 километров. На данном участке у нас сейчас ведутся активные работы в том числе по асфальтированию. 105 километров у нас уже заасфальтировано. На первую очередь движение по данной транспортной развязке в настоящее время открыто для того, чтобы подрядная организация завершила работы на всех примыканиях, которые связаны именно с первой очереди и с подковным. И соответственно для этого оно и было запущено. Оно было открыто вместе со всей Тавридой в первую очередь. Это первое искусственное сооружение, которое позволяет беспрепятственно развернуться. То есть, если у нас кто-то по ошибке не успел съехать, допустим, в Тамани, да, проскочил, переехал наш замечательный Крымский мост, вот это будет первое место, где можно полноценно развернуться. На автоподходах тем временем идет укладка последнего третьего слоя асфальтобетона. Для того, чтобы не создавать транспортной напряженности в пик курортного сезона, щебеночно-мастичный слой укладывают в сентябре. По техническим характеристикам это современное качественное покрытие. Как раз на этом участке и вообще по всей дороге Таврида будет применяться очень прогрессивный вид асфальтобетонной смеси, чем А-19, подобранная по системе СуперПейв. Система СуперПейв в России у нас достаточно недавно, но уже имеет хорошие характеристики и, в общем, достаточно прилично себя показала на экспериментальных участках. Работы будут проводиться в течение месяца и завершаться до начала движения по мосту и автоподходу грузового транспорта, которое запланировано на 1 октября.